Здравствуйте! Сегодня 16 октября. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру За ночь с понедельника на вторник появились позитивные новости по проблемам бюджета и госдолга США. Партийные лидеры Сената Гарри Рид от Демократов и Митч Макконнел от республиканцев обсудили предложение о возобновлении деятельности правительства до 15 января и продлении лимита госдолга до 7 февраля. Рид был весьма оптимистичен относительно возможности объявить сделку уже сейчас, а Макконнел заявил о достижении в этом вопросе существенного прогресса. Однако Обама задержал встречу с партийными лидерами обеих палат по окончательному утверждению Конгрессом достигнутой договоренности, чтобы дать республиканцам больше времени для выработки плана по решению проблемы финансирования правительства. В ожидании голосования по этим вопросам, которое может пройти уже сегодня, инвесторы проигнорировали довольно сильные данные европейской статистики. Индекс экономических настроений от Института ЗЭФ в Германии достиг в октябре месяце максимального значения – с апреля 2010 года. Тем не менее, участники рынка предпочли обратить внимание на ухудшение оценок текущих условий, поскольку они оказались значительно хуже ожиданий. Кроме того, не порадовало инвесторов и снижение индекса текущих условий в еврозоне в целом. Евродоллар на этом фоне устремился вниз и, пробив ключевой уровень поддержки, зафиксировал минимум на отметке 1.3485. Однако задержаться здесь не удалось. Сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Fitch рассматривает возможность снижения кредитного рейтинга США остановило рост доллара и вызвало его снижение против единой европейской валюты. Пара начала корректироваться и к исходу торгов откатилась до уровня 1.3535, вблизи которого и завершила американскую сессию. В нашем прогнозе на среду предполагаем завершение коррекционного подъема пары в ценовой зоне 1.3540-1.3560, а затем разворот курса единой европейской валюты на снижение к целевым уровням 1.3500-1.3480-1.3450-1.3428. Ценовое движение британской валюты на вчерашних торгах вновь дублировало динамику единой европейской валюты. Опубликованный в Великобритании отчет по инфляции поддержал быков по фунту и дал им повод продолжить восстановление, однако попытка роста не удалась. Ключевой уровень сопротивления 1.60 в очередной раз остановил подъем фунта и отбросил пару к новым минимумам. Не помогло даже то, что рост инфляционных ожиданий в стране не предполагает со стороны Банка Англии дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и удешевления национальной валюты, что, кстати говоря, ранее всегда поддерживало рост британского фунта. А на вчерашних торгах все произошло ровно наоборот. Курс пары в обвальном падении протестировал дневной минимум 1.5913. Далее резкое ослабление доллара и рост единой валюты спровоцировали новую попытку быков продолжить восстановление. Курс пары стремительно вырос на этом фоне, достигнув на закрытии зону утренних максимумов и зафиксировал уровень 1.5995. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку быков по фунту возобновить коррекционный подъем пары и протестировать уровень сопротивления 233-дневной скользящей средней 1.6015. Если пробой этого уровня состоится, последует продолжение подъема в район уровней 1.6040 и, возможно, к 1.6070. В этой ценовой зоне ожидаем разворот пары и возобновление ее снижения к целевым уровням 1.5953, 1.5928, 1.5900 и, возможно, к 1.5878. В экономической статистике среды Великобритания отчитается по трудовым показателям, включающим в себя количество заявлений на получение пособий по безработице, динамику заявок на трудоустройство, изменение числа занятых, а также уровень безработицы в стране, предыдущий показатель которого 7,7%. Еврозона представит индекс потребительских цен за сентябрь и сальдо баланса внешней торговли за август. А в американской статистике будут опубликованы экономические обзоры ФРС по регионам США «Бежевая книга» и октябрьские индексы по рынку жилья и ипотечному кредитованию. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс! Редактор субтитров А.Семкин